Гоночный триллер с элементами фантастики режиссера Майка Марвина «Дух мщения» или по-другому «Перехватчик». Данного режиссера знают в США по двум фильмам «Хот-дог» и, собственно, этот аризонский дорожный sci-fi. Мало кто знает, но режиссер пришел из фильмов с лыжными трюками. Тот же «Хот-дог» или более известный фильм о Джеймсе Бонде конца 70-х, где используется трюк, придуманный Майком. Идея фильма «Дух мщения» зародилась на студии Дисней, где один парень захотел создать фильм экшен. Затем нашли режиссера, который увидел всю эту историю как современный ремейк «Бродяги высокогорных равнин» с Клинтом Иствудом. В этой киноленте речь ведется о небольшом городке в пустыне Аризоны, где и был снят весь фильм. Долгое время здесь орудует банда отмороженных гонщиков. Местные и не только местные водители силой втравливались в гонку, где неизменно проигрывали и лишались своих машин. Особо несговорчивых негодяи могли вообще запросто отправить на тот свет. Полиция бессильна и никто ничего не мог с этим поделать. Пока однажды не появляется призрачная черная машина, таинственный водитель бросает вызов членам банды на гонку и уничтожает их один за другим. Ни банда, ни полиция не могут поймать машину или ее водителя. Но в темном прошлом банды есть смертельные секреты, которые и могут указать на разгадку всего этого. Режиссер, помимо основных главных героев, хотел видеть в своем фильме Джонни Деппа, но студии он не понравился. Хотя, как выяснилось позже, Джонни Депп тайно проживал в том же отеле, что и вся съемочная группа с Шерилин Фэн, которая также снималась в этом фильме. Довольно-таки известный факт об этом фильме, что Чарли Шин быстренько отснялся в своих сценах и укатил на площадке других фильмов. И поэтому, вроде бы он и главный герой, но гораздо больше времени уделяется парню в доспехах, гонкам, банде и главному злодею в исполнении Ника Касавентиса. Замечу, его герой вышел очень мрачным, зловещим и крутым. Запоминающимися были и члены его банды, вроде парочки дебилов, один из которых с ирокезом постоянно хлещет химические жидкости, а другой полный идиот. Или, например, герой Клинта Ховарда, тоже из банды с прической а-ля голова-ластик и очки с крупными линзами. Кстати, этот образ режиссер взял сознательно из фильма «Линча». Также в этот фильм втиснули пасхалку на фильм «Нечто» Джона Карпентера. И ярые киноманы непременно узнают, что это за отсылка. Режиссер являлся очень большим фанатом этой ленты и решил, почему бы и нет. Безусловно, отдельной речи заслуживают автомобильные гонки и сами автомобили. Во время съемок трюков буквально на второй день погиб оператор Брюс Инграм. Ему, кстати, посвящается фильм «Причина гибели – неудачный трюк». У съемочной группы опустились руки, но команда нашла силы и сняла все погони за очень короткий срок. Один из главных участников этой киноленты, автомобиль Dodge PPG Turbo Inceptor, попал на съемки благодаря художественному отделу. Кто-то из ребят на стадии подготовки к съемкам, показал режиссеру фотографии в журнале. Режиссер ткнул пальцем, и продюсеры кинулись звонить в Dodge. Помимо оригинального концепт-кара, для фильма компания Dodge сделала несколько пустышек из стеклового окна на колесах, внешне неотличимых от оригинала. Вот они-то и взрывались в фильме. Но ничего не бывает бесплатным, и автопромышленники потребовали разместить в одной из сцен на заднем стекле надпись Dodge. Спецэффекты в кинокартине, хоть и с мелким бюджетом, однако смотрятся они очень и очень неплохо. Я лично смотрел этот фильм на большом экране в начале 90-х, и помню, после просмотра находился под впечатлением. Однажды в интернете я нашел дискуссию о том, что означают исчезающие металлические части костюма призрака. Даю единственный правильный ответ. Как заявил сам режиссер, поскольку призрак разбирается с членами банды и уничтожает их одного за другим, он начинает становиться все сильнее и сильнее. Другими словами, костыли, поддерживающие его, начинают исчезать, когда он получает удовлетворение от расправы над бандитами. Кино получилось жарким, быстрым, фантастичным. Здесь удачно сбалансированный сценарий, режиссура и актерская игра. Музыкальное оформление – просто полный улет. Поп-музыка и рок-композиции разбавлены фантастической темой призрака. Молодые герои, да и по сути вся молодежь фильма, только и делают, что тусуются возле бургерной, поедая фастфуд, а затем греют пузо на местном экзотическом пляже, в то время как взрослые в фильме представлены в виде полицейских, охраняющих закон в пустыне. Непередаваемый коварит фильма. Не так давно режиссер этого фильма раскрыл карты, заявив, что уже готов сценарий продолжения, где умершие бандиты возвращаются с того света и начинают глобальный и жесткий террор на своих адских машинах. Призраку придется вернуться и вступить с ними в схватку. С выходом суперсильной в техническом плане франшизы под названием «Форсаж» будет ли шанс у ленты про призрака на реванш? Ведь создатели ревностно заявляют, что «Форсаж» взял многие фишки из их фильма. Поживем – увидим. Конечно, глупо сопоставлять эти два фильма, ведь и бюджеты несопоставимы. В любом случае, многие бы хотели увидеть продолжение. И, конечно же, с более солидным возрастным ограничением. Так как, несмотря на присутствие в фильме 1986 года обнаженки, смертей и слизывание крови, фильм получил детский рейтинг. Кинолента тронет сердца поклонников юный Шерлин Фен, Чарли Шина, крутых тачек, гонок и прекрасно подобранного саундтрека. Дух мщения удостаивается оваций и отправляется на полку к другим золотым фильмам 80-х.